Так, Надежда говорит, у меня такой вопрос, обязательно ли танцевать отцу с дочерью? Я даже когда смотрю видео, когда танцуют невесты с папами, они плачут, мне это трогает сильно, самой бы хотелось. Это не обязательно, но если вам очень хочется, если вас это трогает, и вам бы хотелось это сделать, то, конечно, сделайте, это же ваш день, это же ваш праздник, поэтому, ну, почему бы нет? Я могу сказать следующее, конечно, когда на мероприятии есть вот это событие, когда есть возможность исполнить танец с папой, то, вы знаете, для папы это большая честь. Я могу сказать, и папа очень волнуется и ждет обычно этого мероприятия. Но, опять же, я не буду всех сейчас под одну гребенку, да, я не буду сейчас говорить про каждого, про всех папы вселенной. Нет, все папы, опять же, разные, да, кто-то, наоборот, скажет, ой, нет, не вызывайте меня только на центральную плачную водку, чур меня, чур меня. Есть папы, для которых это действительно такой волнительный, трогательный момент, и особенно, когда звучат, знаете, какие-то слова определенные в песне, папу это очень трогает, и бывает такое, что папа действительно начинает и плакать даже немножечко, и плачет все вокруг, потому что это трогает всех остальных. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Если есть такая возможность, вы знаете, я бы это сделала. Вот, к сожалению, у меня такой возможности не было, потому что моего папы уже на момент моей свадьбы не было со мной рядом. Но если бы мой папа был бы здесь еще, так скажем, в этом мире, в этой жизни, то я обязательно бы это сделала, потому что мне очень хотелось, на самом деле очень хотелось исполнить танец с папой, потому что, знаете, некий такой символ того, что папа передает свою девочку в руки, в новую семью, так скажем, в руки ее второй половинки. У меня у самой две дочки, я уверена, что когда они будут выходить замуж, так как у нас у папы с дочками очень трепетные отношения, у моего мужа с моими детьми, очень трепетные отношения, действительно, я уверена, что, скорее всего, они захотят, мои дочки захотят такого рода танец, посмотрим, захочет ли папа, но мне кажется, что дочки захотят этого, и я уверена, что это будет очень-очень трогательно. Поэтому, да, сделайте, если хотите, то сделайте. Другой вопрос, что часто, знаете, бывает, когда на свадьбе родители разведены, когда мама с отчимом, причем невеста хорошо общается с отчимом, там несколько лет они уже, может быть, даже много лет они уже живут одной семьей, а папа, допустим, уже со своей семьей пришел на свадьбу. И здесь, конечно, тут такой вопрос двоякий, с кем танцевать, потому что с отчимом хорошее отношение, с папой хорошее отношение. И здесь, в общем, здесь все двояко, и здесь, конечно, это индивидуально нужно спрашивать, узнавать, не обидит ли это никого, не оскорбит ли это никого, если невеста, допустим, исполнит танец с отчимом или с папой, или, может быть, с ними по очереди. В общем, это надо, понимаете, здесь все это уже очень индивидуально, индивидуально это нужно обсуждать, во-первых, с папой, во-вторых, с мамой и с отчимом, и смотреть, какие вообще, в принципе, взаимоотношения в семье. Это уже индивидуально, здесь я, к сожалению, вот прям так сейчас совет дать не смогу.